Лучшее в стране Что, где был, куда рванешь Какие впечатления Много всего разного Съемочки происходят Гастроли был на Урале В Екатеринбурге, в Тюмени Поеду аж В солнечный, но холодный Нарьянмар В конце месяца Между этим съемки в двух проектах Потом 4 октября Петербург Ну и так далее Значит, по поводу того Как ты выдерживаешь Сколько ты вообще бываешь В течение года В Питере Который стал уже для тебя В общем-то родным городом Как у тебя Не забываешь ли Не стоит дома датчика Но очень немного бывает такое Что за месяц Там два дня могу побывать И все Прям скучаю Как за любимой девушкой То есть смотри Если для жены Дочка растет плавно Для тебя она растет ступенчато Она скачками Я стараюсь Хотя бы урывками Привозить семью в Москву Если я в Москве На съемках Чтобы хоть как-то Хоть немножечко Больше видится Но все равно Волнительно И переживаю Потому что еще У дочки такой Период возрастной То есть ей 13 лет Ей прям Я чувствую Что велика потребность У нее В моем участии И внимании И не хватает Но стараюсь делать Все возможное Слушай, а бывает так Звонит папа Подскажи вот тут Как поступить Какаясь Ну по телефону нет Но бывает часто Что не делится чем-то с мамой Ждет меня Пока я приеду Либо когда приедет они И зовет Вызывает на тет-а-тет И мы что-нибудь Что-нибудь долго обсуждаем Ну это хорошо Когда доверие такое есть Ну плюс еще сложилось так Что у нее склад ума А не знаю как так вышло Но по большому счету Умой То есть все те вопросы Которые ее тревожат В ее 13 Были близки мне И понятны В мои 13 лет И может быть Поэтому ей проще Обсуждать со мной И общаться по этому поводу Со мной А не с мамой Общается ли она С тобой о музыке Говорит ли что Слушать Или пап подскажи Что сейчас Такого актуального Или что вот из твоих треков Надо послушать первым Нет у нее Свои трек листы Она следит за моим творчеством Она в курсе всего Плюс у нее Одноклассники И какие-то там Сверстники Со двора Грубо говоря Тоже зная Кто ее папа следят Если что То говорят Ей подсказывают И так далее Даже на каких-то Эпизодических моментах То есть Сходил Судьей На Versus Battle Алиса даже не успела Посмотреть Ей уже там Кто-то из одноклассников Рассказала Что вот Видели твоего батя А вообще С музыкой У нее свой Музыкальный вкус Часто он у нас С ней совпадает Она что-то там Может даже новое Мне поставить Понятно Понятно что Она в силу возраста Более музыкальная Активная И если я По большому счету Стараюсь быть Как бы то ни звучало Прагматично В профессии И отслеживать То что выходит Ну в мире Скажем так Рэп-хип-хоп Музыки Мировой И отечественной Яркого Значимого И так далее Чтобы быть в материале Скажем так Да А у нее Гораздо более Широкий музыкальный Кругозор И она что-нибудь Ставит Очень многое Мне нравится Вот Она занимается вокалом Но сейчас Больше переключилась Она вот ходила Размышляла Решила что Актерское Мастерство Это ее Что ей нравится Она точно в тебя И мы в итоге Пошли В студию Есть такая студия Актерская Класс В Петербурге Она прямо Оказалось что Она сверх подпольная То есть там у ребят Была история Что многих Детей Она в принципе Наверное Чуть ли не единственная Из скажем так Профессионального уровня Детских студий В Петербурге Вот И многих детей Урывали на Кинопроекты И они соответственно Бросали школу А после съемок В одном проекте То есть какая-то была такая Единовременная история Они не возвращались И То есть ребята Удалились вообще Из всех соцсетей То есть это такой Кадры расхватывают Закрытый да Подпольный клуб И Но при этом Никто не говорит Что поступление туда Да там Прием новых Деток На Конкурсной основе И Вот мы пошли В начале сентября Больше половины детей Отсеяли И они там Понятно что Плюс это дети Ну даже до 15 лет Включительно Я думаю что В любом случае дети И все там со слезами В истерике В Преисполненное Я не знаю Горе Печали Уходили Алиску взяли Она Довольная Счастливая Занимается Даже вот Заболела тоже Где-то в школе Что-то подцепила Все равно Ездила Занималась Вот А музыки сейчас Достается Ну так По моим Ощущениям Музыки Достается Меньше Алисы Да Ну смотри Я надеюсь что Та же актерская Профессия Когда-нибудь У вас Может Вместе В одном кадре Вместить Да И может быть Так получится Что и песня Там твоя Будет В этом фильме По крайней мере Я этого Все может быть Я этого желаю И вот Этой подпольной школе Желаю вдохновения Чтобы у преподавателей Там был нужный кураж Потому что Без этого Ну зачем заниматься Творчеством с детьми Друзья Спасибо У нас сегодня В гостях Негатив До конца этого часа Мы Посмотрим клип Новый Называется он На руках Совсем недавно Работа была Поговорим еще о нем Если у вас есть вопросы К Владимиру Тогда знайте Заходим в контакт Страны ФМ Там есть публикация Посвященная его визиту Пишите вопросы Вопросы я буду задавать Скоро вернемся Лучшее в стране Именно У нас сегодня в гостях Владимир Афанасьев Негатив Так что Смотрите Слушайте И Внимайте Мы Сейчас узнаем Где В столицах Когда будут концерты Итак Начало Петербурга Первым Пройдет Петербург Состоится 4 октября В клубе Зал Бывший зал Ожидания А в Москве 7 декабря В клубе Агломерат Какая-то новая площадка Говорят Хорошая Не был сам Вот посмотрю Дебют у тебя там Распробуешь С точки зрения Выступления на конкретной площадке Итак Что нам ждать Классика Что-то новое Покажешь Как у тебя Ну Так-то по большому счету С прошлого года Пока еще Не выходило Новых треков Это будут Выступления И там и там Будут с музыкантами Уже родными И близкими мне Вот То есть это будет Живой состав Но Посмотрим Все может быть То есть С одной стороны Не выходило треков Номерных Но сейчас есть Там хороших Как в рэп-индустрии Говорят Три фита Да Или три совместных трека Ну-ка-ну-ка-ну-ка Ну два из них Один такой он Локальный наверное Что ты имеешь Локальный Просто может быть Я не знаю Для оценителей Есть такой исполнитель Да В них Хороший мой знакомый И Такой наверное Мастодонт Уральского рэпа Из Екатеринбурга Леша Маэстро И вот Одна совместная Песня с ним То есть Леша тоже будет На концерции Нет Леша вряд ли Ну если он конечно Вдруг Позвонит Там голос Леша Будет участвовать Да Так Ну нет Один будешь петь Один Да Если опубликуется трек До того как То да Один Вот Еще С Кравцем Совместный трек Готов Я думаю В сентябре выйдет И С Женей Из группы Нервы Ничего себе Да Не стандартная Коллаборация Я думаю Что К московскому концерту Так точно Два из трех треков Будут опубликованы И Будем стараться Их презентовать На концерте Что касается Петербурга Там уже посмотрим От обстоятельств То есть От публикации Времени публикации Да Там Будут ли в сентябре Они опубликованы И насколько сложно будет И Велика ли будет Возможности Желание У ребят Приехать в Петербург Вот Помимо этого Сейчас Еще Ну в разработке Наверное Спойлером будет Не знаю Есть такой Проект Кинематографический Это полный метр Под названием Real Talk Вот И Есть заказ На написание Четырех Полноценных Композиций Для этого фильма Фильм то выйдет Скорее всего В 2020 году То есть Пока Будет снят Смонтирован Пока будет Постпродакшн Реклама Маркетинг И так далее Вот Но Треки в любом случае Вот Сегодня еще буду уточнять Но я так понимаю Что нужны ребятам По зарезам В течение Двух Тире трех недель А ты Ты можешь Запросто Вот Четыре песни За три недели Музыка Стихи Аранжировка Все Готово Ну Поживем Увидим Пока вот прям Такого опыта Не было То есть По срокам Все равно Обычно Было Все Тот же самый Фильм На районе Куда я писал Саундтрек Там что-то Порядка Если я правильно Помню Порядка Года Было Здесь Как минимум Чуть А здесь Сжат Сжат Счетом Того Какой плотный График У меня Ну вот Посмотрим Это такой Тоже своеобразный Творческий Вызов Потому что Логично Что Никогда не позволял Себе делать Спустя Рукава И не собираюсь Начинать Вот И буду биться За каждую строчку Как бы это там Пафосно не звучало Вот За каждый аккордик Посмотрим Что получится В итоге Даст Бог Что-нибудь Интересное Получится Слушай А у тебя Действительно Есть битва За строчки Или они Просто спускаются Ты просто записываешь Ничего не редактируешь Как это происходит Раз на раз Не приходится Бывает И битва Бывает так Что Да По-моему В первой нашей встрече Еще приводил пример Что есть Допустим Очень удачный Ну с точки зрения Наверное Восприятия Публикой Моей музыки Да Есть очень удачный Трек Медленно Который Тихим Сапом Выдумывался Наверное Года три А написан Был за 12 минут То есть Бывает так А Бывает и иначе Вот допустим Сейчас есть трек Который Тоже совместный С краснодарским Исполнителем Там целая Плеяда их Мне казалось Что это такая Легкая задача Думаю А почему Не размять Землячков То да Поэтические Мускулы Не размять Да и не поддержать Земляков И вот Четыре строчки Я пишу уже Недели три Как И не то Чтоб я Написал их Десять раз По четыре И просто Редактирую Вот они просто Стали и все Поэтому тут Никогда не угадаешь Мне кажется Слушай а фиты Как они рождаются Кто первый Как правило Ну вот В твоем случае Звонит Предлагает Вообще идея От тебя исходит Ну вот Те три Которые озвучил Первыми Это от ребят Все приходило И Раньше У меня вообще Почему-то был Такой комплекс Первые Наверное Лет десять Творчество Я уже Такой Рэпер Старообрядческий Вот Ну то есть С девяносто седьмого Года И мне казалось Вообще Как-то стыдно Отказывать Но люди просят Значит Для них это важно По-подзонски Да И у меня было такое Что-то Порядка там Тридцати что ли Куплетов за год Если я правильно помню Я писал просто В никуда То есть Какие-то локальные Команды Написал Они этот трек Свели Показали мне И забыли Сейчас мы Не забудем Сделать паузу Ну а потом вернемся Будьте поблизости Лучшее в стране Дамы и господа Негатив Владимир Афанасьев В гостях У телерадиоканала Страна ФМ Итак Мы говорили про рэп Что там было И куда все это Пошло чуть позже Да Так вот И было такое Что за год Писал Порядка Тридцати совместных треков Которые просто Шли в никуда И при этом Занимало почти все Они где-то там Свободные Да Я половину даже Наверное И не вспомню И не найду Нигде Мне кажется Их в принципе Уже не существует Уже нет В живых тех Цифровых носителей На которых Они содержались Эти песни Вот А с возрастом С опытом Гораздо более Избирательные Стало относиться Поэтому Ну то есть Если Я уже Как правило Если я уже знаком С творчеством Этого исполнителя Если оно мне нравится Если Либо если у меня Есть песня Которую я не могу Додумать Да Там довести До конца Либо Если мне предлагают Такую же Не доведенную Там до конца Не собранную Композицию Ну то есть Зону там Треть Половина Либо две трети То с радостью соглашаюсь Если она нравится Слушай А музыка Вообще Вот Современная музыка Ты слушаешь Что тебе сейчас нравится? Вот Каких артистов Ты бы Мог выделить Именно Современная Ну вот Наши Русскоязычные Музыканты А еще и русскоязычные Да Вот есть такой русский язык Да Мы им пользуемся И музыки тоже Слушай Я не могу выделить Ну то есть Я не помню Ну заметил может быть Не помню как давно Ну прям достаточно Больше десяти лет назад Наверное Когда я что-нибудь слушал Прямо вот альбомами Да Или насобирал песен Одного исполнителя Там с разных альбомов Ну по синглам Конечно Да По синглам Прямо до дрожи Понравился трек Ёлки скучаю Это вот из Такого из последнего Да Там что-то сильно понравилось И удивительно Еще и тем Что я знаю Лизу лично И Ее творчество Мне симпатично Но не было Ни одного трека Который я бы слушал Прямо на повторе День Второй Третий В захлеб И не мог наслушаться И это первый Такой трек Появился Вот Из Более позднего С того момента Ну вот наверное Как раз Дочь оставила мне Есть такая Исполнительница Я не знаю Кстати Вот если Применять феминитив Это наверное Исполнителька Будет Очень смешно Алена Швец Вот У нее Такие Приходила Прямо Да Дворово-подъездные Стихи Но что-то в них Есть такое Искреннее И настоящее Что мне понравилось И Есть какая-то Цепкость Хитовая Я могу Так Несколько Экспертно И вредно Пошутить То есть это Наверное То Она несет в себе То Что хотели Сделать из гречки Но не смогли То есть Алена Да Круто Но мы желаем Ей всего хорошего Самого А так-то Не знаю Если в рамках Индустрии Брать То мне Наверное Все больше Не нравится Чем Что-то нравится Вот То есть я просто Слежу Наблюдаю Как писали В свое время Авторы Несколько Со стороны И сверху За тем Что происходит Но Чего-то прямо Ярко Рэперского Сейчас как-то Вообще Ну рэп еще там На гребне Как в музыке Или уже Да нет Я так думаю Что по крайней мере С точки зрения Коммерческой По продажам По сборам И так далее Все очень хорошо Ну как-то стало Очень Я в принципе Сторонюсь Политики Я Стараюсь Не высказываться Громко И так уж точно И даже Тихо В том числе О тех вещах Которых я не смысли Слишком много стало Политики В музыке И Грубо говоря То, что продают За 100 рублей Как классного музыканта Как правило Там на 20% Музыкант А все что выше Это либо политика Либо какая-то Журналистская возня И мне это не очень нравится То есть я все-таки Все-таки за мозг За творчество Да Друзья У нас сегодня Творчество Будет Очень новое На руках Называется Клип Который мы До конца Этого часа Посмотрим Послушаем Даже обсудим В эфире телерадиоканала Страна.фм И если у вас есть Свои вопросы Кстати До того Как мы его посмотрим Вы можете глянуть В интернете Поставить лайк Просмотры Там негативу Тоже не помешают И Запишите какой-нибудь вопрос Потому что До конца этого часа Мы У Владимира Можем что-нибудь Выспросить И ваш вопрос Тоже можно дочитать Вконтакте Страна.фм Есть публикация Посвященная Визиту Негатива И вы можете Как раз там Сделать свой комментарий Скоро вернемся Лучшее в стране Дамы и господа Екатеринбурга Вот Там на самом деле Большая Прям Такая внушительная Команда Можно почитать Целый список Всех Кто принимал участие Ну и клип получился Как маленький фильм Ютубе Или инстаграме Они причем снимали Уже До меня Работали с Чайфом И с Линдой Снимали клипы Да Понятно С кем еще В Екатеринбурге Начинать И они прям Очень основательно То есть Наверное Месяца за три До съемок Или за четыре Они предложили Предложили Причем Сделали роскошную Презентацию По сюжету Клипа А ты Рассказывал С картиночками Совсем Как бы хотел Это видеть Ну например Я почему спрашиваю Ты сочиняешь песню Какой-то образ У тебя может быть Уже внутри И ты видишь ее Как-то Как автор Или Не всегда Бывает такое Вот допустим Стоял в эфире Клип на трек Все равно Там Сразу Когда была записана И прослушана Мною Песня Почему-то сразу Сложился визуальный ряд Да что там должно быть Примерно Мы не все Реализовали Из того Что было задумано Но в общих чертах Атмосферу Идею сохранили Здесь ребята Целиково полностью Все предложили Сделали презентацию Мы подобрали Специально удобное Ну там Время для съемок Они скинули фотографии Локации То есть прям максимально Профессионально Красивые места В Екатеринбурге И окрестностях Скажем так Вот Единственное Что по условиям Мне так чудно читать Что кто-то пишет Что вот типа Кто-то увидел Что я помолодел Типа вот Вован молодеешь Вот Это очень удивительно А на самом деле Вован Потому что Время не бежит Вспять К сожалению Такой закон Мира В котором мы живем Мало того Накануне у меня Были очень плотные Съемки в фильме У меня было Два съемочных Больших дня В Москве И после После второго В конце Грубо говоря Второго съемочного дня Я прилетел В Екатеринбург Плюс разница во времени То есть я в два часа ночи Условно там прилетел Сразу сели в машину И поехали К озеру снимать И уже На озере дожидались Рассвета И снимали Весь световой день Там до половины Десятого вечера Клип То есть это был Такой нон-стоп И По внутреннему состоянию По физическому Я конечно был Крайне далек Далек от того идеала Которому все таки Хочется стремиться И рваться Это прям вот На последнем Издыхании Снималось Вот два съемочных дня Потом еще ребята Доснимали Отдельно Детей Которые есть Очаровательные Артем и Милана Дети Очень похож на тебя Мальчишка Как это Большой лекарственник был В Екатеринбурге На концерте Знакомился Сим Вот приходил с мамой На концерт Знакомился Фотографировался Ну вот Ребята Все нашли Все организовали За что им Огромное спасибо Вот И Потом еще Очень долго Полина Полиция Мака Да Играла главную роль Вот Кстати Если обратите внимание На фамилию У нее есть Как раз Семенитый родственник Ее дядя Который актер Семен Фараде Дядя И получается Вот Вот Круто Вот И она Сама Учится В Гитисе Доучивается То есть Она И играет В Екатеринбурге В театре И такая Будущая Прям Профессиональная Актриса Вот И потом еще Долго все это Монтировалось Был постпродакшн Долго Прям Ребята До миллиметра Вымеряли Мы еще Расширяли Фонограмму Потому что Больше им Хотелось Показать Ух ты То есть Ты даже трек Изменил Ради клипа Не я Аранжировщик Миша Нестеров Который Который Доделывал Досводил Минус Изначально На альбоме Он доделал Потому что У меня не было Физической возможности Даже если бы Я очень сильно Захотел Вот Поэтому такая Большая Сложная Основательная Работа Была проделана Ну и Слава богу По отзывам Людей В соцсетях И просто Там Знакомых Близких Товарищей Друзей Ругать и хаять Но Все равно Скажем так Восторг не поделает По крайней мере Я надеюсь на то Вот он очень хорошо Заходит За что спасибо Всем участникам Всему Процессу Конечно Друзья У нас сейчас Случится премьера В эфире телерадиоканала Страна.ФМ Итак Негатив На руках Смотрим Слушаем Ну и Проникаемся Это очень красивая Очень душевная работа Давайте Оценивать Лучшее в стране Дамы и господа Негатив По прежнему В гостях У телерадиоканала Страна.ФМ На руках Только что Была премьера В эфире Я поздравляю Спасибо большое И Хочу сказать Что Пусть у этого клипа Будет большая Интересная судьба Друзья Все это От нас С вами зависит Заходим Смотрим Оставляем комментарии Ты кстати Комментарии читаешь Вот когда там Что-то пишут Или кто-то Кто-то из команды Читает Избирательно Ну из команды Читают обязательно Я избирательно Потому что Не всегда На это Есть время Ну потому что Если у тебя Условно там Сто человек Подписчиков И три комментария Понятно что Будет большим Свинством И неуважением Их не прочесть Не ответить И так далее А когда они Сыпят Как из рога Изобилия Просто времени Это съедает Очень много Расскажи пожалуйста Есть ли рок Изобилия В твоей киношной Артистической карьере Что там сейчас Слава богу Есть Во-первых Появилось К слову Об актерских школах Появилось в моей жизни Чему я горд И рад Искренняя Актерская школа Actin' Up Студия И Мастер Замечательный Блистательный Мною горячо любимый Василий Шевченко То есть ты Пошел в школу Актерского мастерства Ее закончил Или сейчас продолжаешь Продолжаю Это Ну То есть тренинг И тонус для актера Это как для спортсмена Да То есть как спортсмен Должен владеть Ну в основном Телом Да Потом Наверное Умом Духом И так далее Психика конечно тоже Да Психика это то же самое У актера Потому что Актерская профессия Это Как говорили Да Там по древнему Риме Представители другой профессии Все свое Нашу с собой То есть нужно же Играть Телом Лицом Да Ну и собственно Нутром Ну Я это и есть Мой собственный инструмент И вот эта вот Постоянная Наладка Починка Настройка Моего инструмента Должна происходить регулярно Вот Поэтому нельзя Отучившись с едино Нужно сказать Все я теперь все умею Все знаю Мне ничего не нужно Это как Фортепиано Или гитара Которую нужно время от времени Да Настраивать Подкручивать И так далее И так Где мы твой аппарат Физический Психический Творческий Увидим В каких фильмах Я надеюсь Я надеюсь что Что много Гре Почти все Что снимается Будет опубликовано В следующем году В этом Если память Меня не подводит То наверное Уже и ничего Вот Это Первонаприв Наперво По масштабу Наверное Новый проект От Good Story Media ТНТ Патриот Это будет сериал На телеканале ТНТ Можно ли говорить Кого ты там Играешь Что у тебя за роль Ну Если сказать Формально Кого играю Это не очень интересно Наверное Не очень будет понятно То есть формально Я играю там Подсантры С района Просто бывший Наркоман Который пытается Что-то вот Как-то жить Налаживать Жизнь и быт В тех условиях В которых он проживает Но Очень крутые авторы У проекта И На самом деле А. Роль очень глубокая Интересная И Б. Она имеет перспективу То есть По ходу движения Сейчас что-то лишнее Заболтнем Первого сезона Да Меняется персонаж Он многое обретает Трансформируется Со многим Да С трудом И усилиями И работает над собой Расстается К счастью То есть Это интересно Круто По крайней мере Для меня в рамках профессии Надеюсь что Зрителю тоже Вот Есть Тоже наверное В 2020 году Либо зимой Этого года Снимается полный метр Реальных пацанов Назывался он будет Реальные пацаны Против зомби Вот Да Это Это очень Смешно По сценарию И Безумно приятно Работать С этими Ребятами Со всеми И с Жанной Кадниковой И с Сашей Чита Который И смотрительный Продюсер И автор Потому что По большому счету Мы познакомились Если память Не подходит Вообще у меня На концертах То есть Они следят За моим творчеством Да и следили И они еще до Первых каких-то Эпизодиков В реальных Просили Какие-то песни Я отдавал Как бы Ребят Надо берите Вот И у нас Дружеские хорошие отношения И Жанна Она прям такая Она вот прям Добрая Заботливая мама На площадке Ты уникальный Абсолютный режиссер И ты приезжаешь Просто к родственникам По которым соскучился Там всех знаешь Там и Вову Селиванову Да там Ну конечно Уже там и Световиков знаешь И Ребята из там Цехов всех Уже знаком Здороваешься за руку Поэтому Я думаю что будет очень весело И сниматься было По крайней мере безумно приятно Вот А То о чем успел рассказать На паузе Куда попался Абсолютно случайно И там еще роль Даже Не была Никак Давай давай Ну с минуты осталось Да Это проект Вертинский Это сериал Для первого канала Дуня Смирнова Режиссер Вот Проект на который Впервые меня Это Ну На самом деле Прям очень приятно Утвердили Без предварительных проб Даже Там была небольшая роль Называлась она Мужик со шрамом Вот Я себя утешал тем Что по сути Аль Пачино Да Ну конечно Играл то же самое Да Просто у него было Как бы имя и фамилия После этого У меня нет Вот И безумно Крутой опыт И общение И знакомство И съемок Я так понимаю Что тоже 2020 год Друзья Талантливый Мужик В гостях у телерадиоканала Страна ФМ Побывал Негатив Владимир Афанасьев Спасибо Удачи на концертах Ну и роскошный клип До новых встреч Всего самого хорошего Друзья Роман Шахов Страна ФМ Счастливо Пока Лучшие в стране